Работаем много. Работаем качественно. Работаем честно. Только командой. Романов энд компани. В последнее время ДРСУ заканчивает работу по чистке канала для приема ливневых вод на улице Вьера. Это наша конечная точка. В принципе, работы в течение недели уже будут закончены. Весь поток воды, который идет по улице Вьеру, попадает в нашу ливневую канализацию частично, потому что не справляется ливневая канализация с таким потоком воды. И через вот эту трубу попадает в эту канала. Раньше как было? Когда дожди шли, надо так прибывать. Теперь делают, чистят, все нормально. Уже вода не подступает к дому? Нет. Там сделали, тут делают. Думаю, что будет. Все хорошо. Спасибо хлопцам за то, что делали. Это был отводной канал при Советском Союзе. Он сделал в 86-м году, чтобы вся вода отсюда отводилась по этому каналу, чтобы уходила в речку, в Реву. То есть, чтобы не было наводнений вот здесь, все эти дома, когда вот канал этот сделали. Это что за район у нас? Это получается, что раньше была улица Новопограничная, а сейчас Ион Вьеру называется. И он 40 лет почти не чистился. Он заполнится полностью, не работал. А трубы, все, что стоит, инфраструктура, все есть, все рабочее. То есть, сейчас, ну, засух, дай бог, чтобы были дожди, но они по-любому будут. И когда большие дожди, все, вода вот отсюда принимается, сюда идет по этому каналу, идет в Реву и освобождается. То есть, проблем у этих людей уже не будет. Как минимум до 25 лет на 30. В настоящее время ДРСУ в качестве подрядчика для выполнения этих работ, значит, пригласил эту фирму. Потому что очень, очень аккуратная. Объемная работа. Объемная работа раз. И люди очень ответственно подходят к выполнению этой работы и качественно выполняют эту работу. Это нас устраивает, устраивает весь город. Я был здесь 10 лет, не учусь ни разу. Я уже с 2010 года живу здесь, не учусь ни разу. Постоянно капнули злота. У меня сыр из дома. Падает все. Досканально не могу сделать, не работа, потому что у меня нет денег. Выполняются благодаря руководству города, которые сказали, делайте эту работу, несмотря на тяжелое положение денежное. Найдем средства, чтобы оплатить эту работу. Но людей надо спасать с этого положения, как их затапливалось здесь, в данном районе. Его вообще не чистили, сколько мы живем, уже 10 лет тут. Ну, вода всегда вот у нас в проруби. Мы поэтому и выкопали вот это озеро. Потому что, ну, типа дренажа, то, что вода всегда вот... Мы копали огород, не знаю, сантиметров 40, максимум. Ну, не 40, а может, ну, 20-30. И вода уже была наверху. Или из-за засухи, или то, что чистили. Ну, вода и у нас в озере упала, и в канале упала. То, что она немножко ниже стала. Это хороший показатель. Кроме проведенной работы по чистке канала для спасения тех жителей, которые живут по улице Виеру, улице Даватора, также затапливаются дома по улице Мира. Чтобы было понятно, это от городского озера вытекает река Реуцел, которая потом впадает в реку Реву. Эту речку тоже необходимо почистить, и тогда будет снят вопрос с подтоплением добов на этом участке. Но это уже не в компетенциях городских властей. Это в компетенциях государства, которое должно принять решение, дать все разрешения, водные ресурсы, экология и так далее. Письма отписаны от нашим предприятиям с обращением в эти организации. И на настоящий момент ждем ответа. с предоставлением проекта на данный вид работ и источников финансирования. Город такие затраты просто-напросто самостоятельно не выполнит эту работу.